на это мы закончим ну что все знают о Балаклаве около моря в красивом месте и сегодня я вам покажу я вам покажу Играет музыка Ну что, ребят, вот Балаклава, мы наконец приехали к Балаклаве Это действительно красивое место, сейчас попробуем туда добраться И действительно туда добраться очень просто Посмотрите, нам нужно сделать небольшое кольцо вдоль золотой палки Вот там вот находится у нас золотая палка Непосредственно и магазин, и что там связанное с вином И вот между вот этих двух гор будет сама Балаклава Мы пройдем непосредственно туда и посмотрим, какое сейчас море Какие сейчас люди, кто там пребывает, в каком количестве и все такое Ну и естественно посмотрим море, пощупаем море Посмотрим рыбок и покормим их, возможно Так что наблюдайте, смотрите и все будет классно До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Вот это Балаклава, маленький тихий городок Около моря, вернее на берегу моря Или можно стоять у моря Под городом-героем Севастополем Когда-то Балаклава был районом города Севастополя Сейчас в принципе это тоже непонятно кстати что Но вроде как город Балаклава в городе Севастополе Но с подчинением непосредственно в городе Севастополе Вот такая Калиберда или Билиберда, кому как удобней Вот, но несмотря на это Балаклава не прекращает быть красивым Маленьким, уютненьким городом С другой стороны кому как нравится У кого есть любовь к таким маленьким тихим городам У кого нет Город крайне маленький Я бы сказал что это типа поселок городского типа Немножечко увеличенный Хотя кто его знает Может быть и такой как основные допустим большие Именно поселки городского типа Итак, давайте мы уже подъезжаем непосредственно к самой Балаклаве Мы видим что людей здесь крайне много Большое количество очень туристов Или вот можно посмотреть какие здесь номера машин Я смотрю 82, 62, 123, 48 Вообще Украина 163, 21, 82, 92, 57, 123 Опять Украина 123 То есть ну ребят очень много 93 смотрю 123, 33, 77, 123 опять же 763 Откуда люди приезжают хрен его знает Ну в любом случае я хочу сказать что достаточно большое количество Туристов здесь находится у нас И действительно это круто Действительно это интересно Очень-очень вот 47 регион Конечно сейчас очень большой поток людей И скорее всего парковки здесь вообще не будет Но я не знаю У нас есть специальный знак Будет видно? Ну должно быть видно, да? И вот непосредственно по этому знаку По идее нас должны Как бы во-первых бесплатно Пустить на парковку Ну а во-вторых Все-таки должны пустить Мы можем конечно проехать дальше Но я бы хотел все-таки стать на место положенное Но я смотрю там все абсолютно занято То есть нет там никакой возможности Никакой возможности припарковаться даже инвалидом Это хреново, это неприятно, это плохо Плохо что люди не следят за этим Хотя с другой стороны кто его знает Может быть там действительно Люди с подобными потребностями находятся Итак идем дальше Смотрим что у нас здесь есть Все перекрыто Как вы видите Как обычно была клавия Здесь вот в самом низу Пробуем припарковаться Ужасно узко здесь на самом деле И только человек Который чувствует свою машину Может спокойненько как-то Попробовать проехать Ну я вот один из таких Я проезжаю То есть ну как мы видим Конечно огромное количество проблем здесь Я даже не знаю Можно ли как-то здесь въехать Выехать Хреново знает Посмотрим Пока такая возможность у нас случилась Ну крайне сложно здесь ехать Если честно Очень много машин Очень много туристов Просто невозможно Я даже не стал дожидаться Пока я где-то поставлю машину Потому что Не факт что я это сделаю Не факт что я смогу ее поставить Но как мне сказал один товарищ Смотря как повезет Повезет не повезет Возможно невозможно Хреново знает Посмотрим Но на данный момент Перспектив никаких Что мы поставим автомобиль Вот человеку вроде как Немного повезло А может быть и нет Я проеду туда Так Поблагодарим Товарища Человека Вот Ну что я хочу сказать Возможности на самом деле Нет здесь поставить Машину Это хреново На самом деле Ну что ребят Хочу сказать Вот такая вот Непонятная ситуация Как мы видим Немеренное просто Количество людей Немеренное количество Туристов Автомобилей Просто невероятное количество Ну собственно говоря Как и Постоянно Постоянно В Балаклаве Летом В Севастополе Ну просто Нереальная ситуация Грубо говоря Как тут Надо с 8 утра Что ли машины занимать Даже не могу сказать Даже не знаю Так Тут столб Машину конечно же Не поставить В общем На самом деле Тут можно было Как то наверное Организовать Возможно и Какой то второй Парковку какую то Сделать Подземную В конце концов Или Надземную Ну то есть Надо что то такое Придумать Чтобы было удобно Людям Ездить Причем Всем тем Которые Хотят приехать Ой Не смогу я туда поехать Так Давайте попробуем Проехать Так Вроде нормально Итак Проехали А теперь Самое главное Выехать С самого узкого места Сейчас я вам покажу Это самое узкое место Которое здесь будет Вот Ой Ребята Ребят Здесь Действительно Очень сложно Ездить Вот И те Кто сюда едет Это конечно Ну полная ерунда Здесь Ну не нужно Сюда Приезжать Заезжать Здесь тоже Можно было поставить Машину Но нельзя Потому что Здесь на самом деле Просто проезд А вот оригиналы Которые Ну просто Невероятные Люди Которые Как можно так Вообще ставить Автомобили Свои Я не понимаю Просто загораживать Ну Понадобится кому-то Вот солнце Нереальное Да Солнечный удар Просто Элементарный будет Вот И Должна будет Приехать Скорая помощь Допустим Она не сможет приехать Просто потому что Там эти товарищи Поставили раком Свои автомобили И просто Ну Сами понимаете Да Это очень сложно И очень Небезопасно Грубо говоря Так ставить автомобили Будет ли нам Да Товарищ БМВшник Он сделал Отблагодарил Нас Опель Тоже ушел Украинский Кстати Опель Форд Нас пропускает В общем Все Вроде нормально Вроде все Здорово Вот Сами понимаете Что здесь Нет никакой Возможности Заниматься За туризмом Надо где-то Машину ставить Красивая девушка Была В Форде Кстати Машину нужно Ставить Где-то За несколько Километров До Каких-то Таких Приятных Мест Видите Опель Себе Нашел Место И не захотел Оставаться Да Я его Немножечко Прогнал Что ли Не пойму Да Там тоже Дорога Сверху В общем Сложно Сложно Все это Сделать Не знаю Что Куда едет Этот Форд Что он Здесь хочет Вернее Опель Что он Хочет Здесь Как он Хочет Остановить Свою машину Я понятия Не имею Здесь нет Возможности Никакой Останавливаться Вот смотрите Вот он Сейчас Пытается Стать Ну а Возможности То Реальные Нет Вот Я не знаю Чем он Там Думает Этот Человек Так Стоим Ждем Куда То Я там Уперся Ну Как говорят Кохлы Они Везде Найдут Свой Выход Не знаю Посмотрим Что Я боюсь Глянь Как Там Тут Много Окей Сейчас Попробуем Еще есть Там Да Нормально Хорошо Ну вот В общем Примерно Так Люди Не боятся Оставлять Даже в таких Местах Свои автомобили Но очевидно Что их Поцарапают Очевидно Что кто-то Своим Автомобилем Нечаянно Заденет Его автомобиль Это будет Просто Жуть На самом деле Но люди Не понимают Все равно Им Лишь бы Поближе К морю Где-то Вот Поставить Машину И Пойти Купаться Или Что-то Там Просто Посмотреть Я Местный Житель Я Грубо говоря Из города Севастополя Мне Совсем Недалеко Было Сюда Приехать Естественно Я могу Поставить Машину Где-то Где-то Подальше Но Я Так Думаю Что Мы И так С вами Хорошенько Посмотрели Что К чему И Увидели Как Сложно Добраться Сюда И Как Сложно Поставить Автомобиль Ну И Какому Вернее Да Тоже Товарищи Неадекваты Какие Не знаю Как Там А не Посмотришь Вот там С той стороны Проеду Не Проеду Вот Добрый Человек Тоже Согласился Добрый Человек Согласился Спасибо Там места Много Нет Было Спасибо Я Вообще Не знаю Я Не Собираюсь Здесь Больше Ставить Свой Автомобиль И Ребят Я Вам Не Рекомендую Никому Ставить Свою Машину Здесь Я Советую Вам Поставить Машину Где-нибудь Поодаль И Там Уже Оттуда Пешочком Добраться Вот До Сюда То есть Как-то Так Надо Решать Этот Вопрос У вас Во всяком Случае Качественно Не Получится Друзья Пицца От 135 Рублей Доставка Существует Город Балаклава Номера Телефонов То есть Здесь Большие Наборы Всякие Куча Наборов Куча 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 Вы Спокойно Можете Ну Смотрите 220 250 300 Вот Есть Большущий Набор Триумф За 1500 Рублей 1550 Грамм Так что В принципе До 23 Часов Вполне Спокойно Можно Зайти Правда Я не знаю Насчет Качества Итак Сама Балаклава Выглядит Вот Таким Образом Спокойная Хорошая Балаклава В принципе Никого Нет Погода Прекрасная Примерно Сколько Здесь У нас Градусов 24 25 Видите Как Никого Нет Нам Придется Правда Для того Чтобы Прийти К самому Морю Нам Придется Пройти Где-то Пару Километров Но Ничего Не сделаешь Продолжение следует... Здесь Куча Громадных Яхт Действительно Которые Стоят Миллионы Долларов В принципе Можно Прогуляться По той Территорию Но Не особо Хорошо Пускают Море Классно Продолжение следует... А Здесь Ну, в любом случае, есть на что посмотреть. Нет, на ялке не похоже. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Посмотрим, есть ли у нас здесь олипки. Обычно здесь олипки бывают. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня суббота. И поэтому очень много людей, непосредственно местных севастопольцев, крымчан приезжают сюда. Ну, в основном севастопольцев даже. Ребятки прямо тут забирают миди и тут же их продают. Бизнес. Молодцы. Ну, и теперь действительно нужно нам потрогать водичку. Подошли близко. И давайте попробуем. Ой! А водичка-то действительно классная. Водичка-то действительно теплая. Класс! И, конечно, суренняя. Ну, а потом, конечно... И еще someday можно, конечно же. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я вот сейчас вот смотрю на это все и я вижу реальную красоту, я вижу реальный кайф. Я вижу реальное ваше желание приехать и получить удовольствие от того, что вы просто нырнете в эту глазурную воду. Вы знаете, я думаю даже сам, я бы сам сейчас в своей одежде бы нырнул, но к сожалению я этого не сделал. А вы почему нет, представьте, представьте себе, что вы ныряетесь. Помните это место? Вот как раз мы здесь с вами проезжали. А сейчас здесь звон церковный, колокольный звон. Какой доминок красивый наверху. Прям такой очень дорогой, вон я имею ввиду с красной крышей. Очень шикарный, стоит многих миллионов долларов. А вот церковь, которая была, которая сейчас звонила. Не будем туда подходить, называется храм 12 апостолов. Какой-то баркас здоровенный, посмотрите, старинный. Он наверное все-таки рыбак, похож на рыбака на какого-то. Здорово, ему наверное 100 лет. Но хотя модернизированный, что-то там у него есть. Флаг. Будем ему тоже поменять. Да, людей очень много, уходят они. Как раз вот в этом месте находятся там, где вот этот мостик, вернее этот плод. Там людей собирают на разные пляжи. На золотой пляж. Вот как раз здесь люди собираются. Сейчас покажу. Вот они собираются. И вот в этом месте сразу уже разводят на различные пляжи. Вокруг балаклавы. А вот приехал только что катер. Люди наверняка довольны, счастливы. Они, кстати, забирают с пляжа. Можно нанять лодку самому. Вот. Допустим, один вы или даже два или три человека. Даже одного возят спокойно. Главное, чтобы вы заплатили. Провозят вот туда между гор. И увозят либо влево, влево, вправо. Там, кстати, есть очень хорошие пляжики, где можно уединиться. Но, как правило, они все находятся на открытом солнце. Очень маленькие такие бережки там. Очень маленькие пляжики. Там буквально несколько квадратных метров. Но при этом вы будете уединены. Ну, несмотря на эту красоту, в принципе, смотрите, пожалуйста, на саму воду, какая она грязная. Пакеты, арбузы, огрызки, какие-то еще пакеты. Какие-то трава, семечки, сигареты. Все это, безусловно, не красит нашу бухту. Но если подняться над всем этим, безусловно, это все очень красиво. Ну что, вы посмотрели, как здесь в Балаклаве у нас, как смотрится Балаклава с земли, с моря сверху, снизу. Вы посмотрели, насколько она чистая, насколько можно реально приехать сюда на автомобиле на своем и поставить свой автомобиль, просто прикварковать вот здесь на набережной. Конечно, если вы хотите, в принципе, сделать это можно и делайте с удовольствием. Балаклава – это очень хорошее место, очень красивое место. И, безусловно, сюда нужно стремиться, особенно летом. Но желательно, конечно, не нужно стремиться сюда в выходные дни. Потому что и все севастопольцы, в частности, и все с ближайших городов, все едут в Балаклаву. Потому что это действительно красивое и интересное место. Я вам рекомендую приезжать в понедельник, вторник, среду, до субботы. Можно даже в пятницу приехать, и это будет достаточно приятно. Людей будет не так много, и можно будет поставить свой автомобиль. Приезжайте, получайте удовольствие, друзья. Удачи! Рот болит? Пошел! На этом мы закончим. Рот болит? Рот болит? На этом мыigneем. Продолжение следует...